Доброго времени суток, дамы и господа. Замечательный дракон, не правда ли? Каждый может его получить в июле с торговой лавки. В этом видео полностью разберем, как получить, как набрать 1400 очков, и, что самое главное, как это сделать быстро. Потому что делать на протяжении всего месяца этого дракона, ну, знаете, это слишком долго. Вылутать его можно в целом за 2 часа, ну, максимум за 3, и целый месяц отдыхать. Разберем, что было сделано мной, также предложу вам, что можно сделать в виде альтернативы. Открываем путеводитель по приключениям и смотрим. Награду, да, мы получаем. Дракона Крыльев Пустоты из Грота. Именно такое его название. Начнем же. Смотрим поручения, которые были выполнены за 2 часа с целью получения этого маунта. Используйте игрушку Танец в Вальдракене и Штормграде, ну, или Аргримаре. Две зоны, кд 5 минут. Нам просто-напросто нужно ее юзнуть. Эту игрушку мы вылутывали за Твич Тропсы. Если она у вас есть, замечательно. Получить драконию камни, 400 штук. Мы лутаем за локалки, мы лутаем их сокровищ, мы лутаем при прохождении миф плюсов. В целом быстро набираются. Самое главное, чтобы у вас не было капа на эти драконьи осколки. Если у вас кап, то какие-то вещицы, полученные из локалок, зеленые и синие, нужно просто-напросто улучшить. Таким образом, потратив максимальное количество, вы можете накапливать их вновь. Убейте босса вне подземелья. То есть любой ворлд босс. Можно несколько убить, можно одного убить. Засчитывается только один. Идем дальше. Завершите испытания в битве питомцев. Для этого требуется пройти подземелья в формате битв питомцев. Согласен, это не для всех. Если у вас заранее имеется какой-то мощный сетап на данж, то это круто. К тому же миксуется с другим поручением. Выполните частные заказы на предметы. Сделать пять заказов, например, кинуть с твинка на мейна, можно, почему бы и нет. А также можно что-нибудь прикрафтить кому-нибудь. То есть легко, быстро и надежно. Пвп локальное задание. Абсолютно любое. Включив в вармод, мы видим какие-либо локалочки с стрелками, с мечиками. В пещере Заралек она тут находится. Рузаст сегодня имеется где-то тут сверху. То есть можно найти, можно увидеть и, собственно, сделать. Вот, например, необузданные чары. Вот так они выглядят. Летим и делаем. Далее. Что еще было сделано? Повысить репутацию среди фракций Драконьих Островов. 4000 репутации получить на текущий момент очень легко. Имеется бонус на плюс 50% от Ветров Санктуария, 50% от локалок от знака Посланника. Играя на Хумане получаете плюс 10% репутации. Скорая Ярмарка еще плюс 10% репутации. С запретного края можно еще 10% репутации выудить. 4000 репутации очень и очень легко собираются. Самое, наверное, легкое это собрать 3 гребня. Абсолютно любых. Кликаем правой кнопкой, объединяем так 3 раза. И, собственно, завершаем это поручение. Далее. Выполните 15 локальных заданий. Любые абсолютно. Питомцы, пвпшные, хоть какие. Одержите победу в 15 битвах питомцев. Можно хоть белок первого уровня мочить. То есть, что угодно. Можно пойти в подземелье для питомцев. Там сделать битв так 10-11. В пещере Стинане, например, 11. 30 заданий. Абсолютно любые задания. Как локальные, так и самые обычные, так и на профессии. И на этом все. То есть, это ровно 1400 очков. В этом месте нужно собрать чуть больше, поэтому придется сделать поручение чуточку больше. Что могу предложить в качестве альтернативы? Довольно-таки интересное. А давайте сейчас посмотрим. Огненный солнцеворот. Украдите пламя. Это, конечно, нужно успеть сделать до 4 июля, но в целом украсть пламя это довольно-таки легко. Там, по-моему, всего лишь один дейлик, одно нажатие. И это делается быстро. Улучшите отношения с луамскими нифами. Все равно вы делаете задание на получение половинки искры. Там требуется собрать 1500 очков репутации. Можно также использовать какие-нибудь жетончики на репутацию с ними. Можно поделать локалки, которые там периодически даются. В целом, сделается, да, рано или поздно это поручение. Откройте двери в скерских хранилищах. Да, это уже не актуально. Может быть, у вас остались ключики на разных персонажах, как у меня, например, ровно 10. И переслав их на одного персонажа и просто открыв двери, это засчитается. Так что, почему бы и нет. Ну, а может быть, можно и колечко подкрафтить на какого-нибудь нового персонажа. Очень легкое поручение. Всего-то проюзать 10 ключиков. Выполните заказы на предметы. 10 заказов, публичных, частных, вообще без разницы. В целом-то с разных персонажей, я думаю, это можно набрать. Также, не забывая, можно с твинка на мейна кинуть какие-либо заказы. И, как мне кажется, легких альтернатив больше не имеется. Само собой, если вы никуда не торопитесь, постепенно проходя ключи, постепенно убивая рейдовых боссов, как текущего контента, так и старого, вы будете заполнять эту полосу. Но все-таки видосик рассчитан на тех людей, которые хотят сделать либо быстро в текущий момент, либо те, кто посмотрят в конце июля, и им нужно будет экстренно выполнять эту полоску ради получения маунта. Так что, как-то так. Если у вас есть какие-то интересные альтернативы касательно быстрого заполнения полосы, может быть, я что-то пропустил, какой-то пункт, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!